Теорема о внешнем угле. Это надо обязательно выучить наизусть. Время и как, пока будете решать геометрические задачи, обязательно само собой выучиться наизусть. Давайте я объясню только, что такое внешний угол. А очень просто. Если есть произвольный треугольник, у него какие-то углы. Господа, вот этот угол называется внешний. Внешний. Вот это внутренний, а это внешний. Так вот, оказывается, внешний угол очень легко выразить через это самое альфа и бета. Альфа плюс бета. Альфа плюс бета, совершенно верно. Теперь давайте поймем почему. Тут гамма, то возьмем гамма. Один из способов такой. Действительно, тут же у нас гамма, а альфа плюс бета плюс гамма это 180. Абсолютно верно. Я вам больше того скажу по опыту. Большинство школьников, когда начинают изучать диаметрию, когда начинают решать задачи, практически всегда так и делают. Крепко запоминают, что сумма углов треугольника 180. И поэтому, когда у них возникает какой-нибудь внешний угол, они сразу раз посчитали этот и перешли к этому, и все получилось. Конечно, 180 минус гамма это, конечно, альфа плюс бета. Но, ребята, если чуть-чуть подумать, то становится очевидно, как можно не вводить угол гамма. Параллельно. Параллельно, конечно. Конечно, можно взять вот эту прямую и провести здесь параллельно. Тогда что у нас будет? Вот этот угол будет как называться? Нет, конечно. Нет, это не будет так. Вот заметите, достаточно мне было махнуть рукой не в ту сторону, и вы поддались. Бета. Бета, конечно. Поймите, у нас есть прямая, у нас есть другая прямая и параллельная прямая. Вот эти углы равны. Это не альфа, это что? Это бета. А вот это? Альфа. Это уже по-честному альфа. Потому что есть вот веризонтальная прямая, и к ней две параллельные, значит, это действительно альфа. Значит, здесь получается альфа плюс бета. Победа? Нет. Теорема о внешнем две треугольниках. Ну, хорошо. Раз уж мы заговорили о внешних углах, разрешите задать вам простой вопрос. Я понимаю, что это можно сказать. Мне нужно, чтобы все остальные тоже это смогли. Все эти внешние углы, что дают сумме? Все углы, вот эти вот дополнительные, внешние, они в сумме с внешними внутренними от каждой по 100 80 градусов. Молодец. Я могу. Я вычисляю эту сумму, то есть 7 минут. Все правильно. То есть, вот каждый такой, каждый внешний угол в сумме с соответствующим углом многоугольника дает 180. Да. Значит, когда мы все-все-все-все сложим, получится 180 умножить на n. Пишемся 180 градусов умножить на n. Это правильно. Дальше. А дальше отнимаем у этого числа, то есть 180 умножить на n, отнимаем сумму внутренних уголов. Обязательно было обводить кружочек? 180 умножить на n минус сумма внутренних. Пишем на минус 180 умножить на n. Выносим за скобку 180, пишем равно 180 за скобку. А что будет в скобке? Разность чисел n и n минус 2. Так и пиши. n минус n минус 2. Минус 2 в скобку? Конечно, n минус 2 в скобку. А как иначе. Да, молодец. А что будет тогда от n отнимешь n минус 2? 2. Пишем равно 180 умножить на 2. Это можно еще доказать крошей ручки? Можно. Да, спасибо, садитесь. Можно? Колеса напоминает, это можно очень красиво и просто объяснить. Вот есть у меня, вот с ручками здесь все хорошо. Вот давайте я пойду отсюда. Обратите внимание, у меня не просто ручка, у меня ручка с колпачком. Не знаю, всем видно? Здесь вот синий колпачок, да? А вверху, наоборот, заострение. Запомните, как ручка располагалась. Колпачок был внизу, а заострение вверху. Отлично. Поворачиваем на первый угол, поворачиваем на второй угол, поворачиваем на третий и на седьмой. И вернулось в прежнее положение. Согласны? Ну, конечно, это не геометрическое доказательство, но это, согласитесь, очень убедительно. Да, что? Убедительно, потому что ручка провернулась по 300. Да, 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 ручка провернулась. Кстати, про треугольник очень полезно то же самое понимать. Вот давайте, проследите, что делает ручка сейчас. Вот она у меня была, колпачок слева, заострение справа, так? Поворачиваемся на угол альфа. Поворачивается на угол бета, поворачивается на угол гамма. Куда она сейчас смотрит? По альфу подсчетного центра. Раньше она смотрела так, а теперь смотрит. То есть она повернулась не на 360, а на 180. Поэтому и сумма угла треугольника 180, а вовсе не больше. Продолжение следует...